слава украине привет всем от полонского к нашей любимой рубрики а наша любимая рубрика традиционно потери российско-фашистских войск в украине пришли к нам с оружием убивать женщин детей стариков получили люлей и отправились на палубу кре нет не на палубу на штаб штаб российских этих черноморского флота в севастополе на лекцию жириновского вот так будет лучше да ребята это где им насыпали даже не будем трогать тот штаб потому что это отдельная песня давайте разберемся что у нас происходит происходит дичайшие контратаки расистов пытающихся каким-то образом срезать наше наш выступ который мы отвоевали в районе в рбв ни черта у них не получается выступ не только выстоял он еще и расширился так сказать распух и разбух во всех причем во всех трех направлениях да то есть ну сзади то понятно тыл вот а он разбухает он бухнет дальше больше становится и так далее чем больше расисты контратакуют тем шире становится вот этот плацдарм ну пожелаем им успеха в том же духе кстати не зря лавров лошадина бегает сейчас и везде клянчат переговоры просто просто на коленях везде ползает везде лижет всем пятки а вот говорит россия хочет переговоры будут тебе переговоры после того как выйдем на границе 91 года или вы добровольно умотыляете с украины конечно же включая крым без вариантов вот тогда с вами поговорим о выдаче военных преступников и естественно о репарациях о чем с вами еще говорить я не знаю например да так вот так же очень серьезно нашим сейчас насыпают людей под клещеев кай наши продвигаются под андреев кай наши продвигаются дальше и расширствие забили на сполах есть такое вот выражение бы ты на сполах это значит вот кричать вот так вот у них немножко паника из-за курдюмовки они говорят что там тоже у них все плохо ну верить расшистам себя не уважать но так просто как говорится это можно принять к сведению что расшисты вот такой вот крик подняли окей хорошо ну соответственно там они тоже люлей и получают в луганской области переходят в контратаку но я же говорю вот эти все их контратаки заканчиваются как-то все ну вот ну вот большой бякой для них вот и все собственно говоря да и так непосредственно к цифрам за вчерашний день отправлено в штаб российского военного военно-морского флота в севастополе 390 оккупантов не слабо тогда общее количество пути насосов которые зашли с оружием в украину и что-то у них пошло не так двести семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят штук не слабо да ну путину все равно все равно дальше 7 танков за вчерашний день отправлено в металлолом общее количество путинских танков которые как говорится дошли в переплавку но еще до нее не дошли четыре тысячи шестьсот шестьдесят две также две бронемашинки восемь тысяч девятьсот четырнадцать всего продолжается артиллерийский геноцид фашистской армии 23 артиллерийских орудия за вчерашний день и общее количество с начала российско-фашистского вторжения шесть тысяч двести тридцать три очень неслабо так 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 смотрим что там у нас еще самолеты вертолеты старые цифры ну да 315 316 и беспилотники 21 штука за вчерашний день общее количество четыре тысячи восемьсот восемьдесят цифра красивая кстати да неплохо так дальше посмотрим по автотехнике грузовики автоцистерны 18 штук за вчерашний день наши выбивают логистику кстати сейчас уже взяли под огневой контроль трассу которая логистическая важнейшая трасса бахмут горловка которую расшествие использовали вообще она была у них в тылу глубоко все прошли те времена кстати так маг тоже уже в пределах достигаемости арты не обязательно лупить хаймерсами на секундочку да да времена идут расшистов пхнут до 18 штук значит автотехники восемь тысяч семьсот тридцать четыре с начала российско-фашистского вторжения и две единицы спец техники соответственно девятьсот четырнадцать в общем в общей сложности ну не слабо так не слабо очень даже хорошо ну что я могу сказать ребята продолжается освобождение украины даже это уже американские сенаторы которые раньше знаете были немножечко так пессимистичны а сейчас смотрю уже немножко все поменялось настроение несколько другое и они как-то уже по-другому смотрят на мир то есть даже американские сенаторы говорят да 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 вот в таких условиях насыщенной обороны эти парни что-то делают они утилизируют российскую армию для нас фактически для американцев ну да им это тоже выгодно линций грэм сказал да нам это тоже выгодно российская армия утилизируется не руками американских солдат да им это выгодно а что можно сделать но мы бы этого не делали если б россия на нас не напала а так извините пока не будет границ 1991 года значит утилизируем всю российскую армию в украине